И как только он убедится, что его фетиш не всемогущ, бросает его и ищет другого. С другой стороны, всякий раз, как ослабляется чувство и идея всемогущей личности, ослабляется и падает религия, и в так называемых пантеистических религиях она прямо совпадает с философией, превращается в философией, причем культы молитвы остаются как следы предыдущей формы религиозного сознания, опиравшегося на идею личного божества. Потому религия с безличным Богом не есть религия в собственном смысле, а только подобие и суррогат ее, и никогда не может удовлетворить потребности человека чувствовать себя связанным со всемогущим существом и опираться на него. В противном случае самое обожание, а с ним и религия. Религия исчезает, если только возможно такое исчезновение в действительности, а не воображение только человека. Причина такого основного единства религиозной идеи, ее тождества, в сущности у всех людей на всех ступенях развития и во всех религиях заключается в том, что идея всемогущей, бесконечной, затем всесовершенной личности, присущей миру и его объемлющей, возникает в человеке необходимо и присущей ему всегда, явно или скрыто, по самой природе его духа, по самому строю его внутренней жизни и деятельности, или как прежде выражались, прирожденной ему. Дело в том, что эта идея необходима и безусловно связана с самосознанием человека, с идеей его собственной личности, как единого, конечного и ограниченного, сверхчувственного духовного существа. И является неукоснительной и неизменной явлением этой последней, существующей, как известно, у каждого нормального человека, как человека. Идея бесконечного, всемогущего существа есть, собственно, составная часть процесса самосознания, логически необходимая, потому неустранимая. В самом деле, полагая себя в самосознании, как определенное ограниченное единое существо, мыслящее и действующее произвольно, или как личность, конечную и сверхчувственную духовную, Человек, кем самым по основному закону своей мысли, вызывает в себе идею личности безграничной и бесконечной, а потому всесильной или всемогущей, и противополагает в себе содержание этой идеи, как реальной и в ней его сущее. Степень ясности этой последней идеи, потому всегда пропорциональна степени ясности первой. Смутно, неопределенная идея собственной личности, смутная и идея личности бесконечной. Ясно, определенно и отчетливо сознается человеком особость собственной его личности и ее свойства. Ясно, определенно возникает представление особости и главных свойств личности бесконечной. Это соотношение проходит через всю историю религиозного сознания и подтверждается множеством фактов, которые приводить нет нужды, потому что наша идея о Боге личности бесконечной, и есть, несомненно, полное отображение, а контрарио нашей собственной со всеми ее высшими свойствами. Такое соотношение фактически подтверждает дедуктивно установленную связь сознания Божества с самосознанием. Можно указать и другие факты в пользу этой дедукции. Люди, сосредоточенные в себе, склонные к самоанализу, постоянному наблюдению за собой и над собою, следовательно, те, у которых самосознание напряженно, обыкновенно отличается религиозностью. Всякое несчастье, страдание, повышая самочувствие и самосознание, повышает и религиозное чувство. Люди, погруженные во внешние деятельности, здоровые и счастливые, наоборот, большей частью малорелигиозные, редко, как говорится, думают о Боге. В уединении, старости, религиозные чувства также бывают напряженно. Не нужно, конечно, доказывать, что в начале развития идея собственной личности у человека не отличается определенностью, отчетливостью и устойчивостью. То же должно быть и с идеей бесконечной личности. И она вначале смутна, темна, неопределенно, неустойчива. Но она непременно есть, если есть самосознание. При первом своем возникновении, на самой низкой ступени развития, она, по всей вероятности, существует в форме простого и общего противоположения человеком своему внутреннему, единому я, ограниченному всего внешнего, как тоже единого, безграничного, личного, обнимающего собой и в себе человека, его ограничивающего. К сожалению, в этом направлении мало делается наблюдений и изысканий, хотя уже давно существует и часто прилагается так называемое психологическое доказательство бытия Божия, доселе сводящееся к простому утверждению, что человеку необходима присуща идея Божества, ввиду особенности самого происхождения идеи бесконечной личности и ее логической необходимости, становится вполне понятным тот факт, что в то время, как олицетворение предметов внешних для них объяснение исчезает навсегда, когда узнается их ошибочность, идея бесконечной личности не может быть устранена никакими усилиями и неудержимо возникает в душе так называемых атеистов, старающихся признавать ее то ошибочную, как простое олицетворение безличного могущества природы. Действительно, человек как бы постоянно и непосредственно воспринимает, созерцает бесконечную личность, знает непосредственно, без всяких доводов ее бытие и должен употребить большие усилия, чтобы ослабить в себе это чувство, не имея никакой возможности вовсе его уничтожить. Чувство так хорошо и во всей чистоте, выраженное в еврейском имени Божества и Егова, он и есть, он существует. Таким образом, первое начало и основа религиозной идеи, идеи всемогущества, всемогущего существа, всемогущей личности, находится в прямой, притом логически необходимой связи с самосознанием человека, с признанием им себя конечной и ограниченной личностью. Отсюда идея эта, все и религия, и религиозная жизнь человека имеет корни в самой глубине человеческого духа, в той ее деятельности, в том свойстве, которое делает его разумным существом и отличает главным образом от всего живущего на земле. Она возникает в известный период жизни и развития души у каждого отдельного человека самостоятельно, независимо от внешних влияний, и делает всякого человека по природе существом религиозным, непосредственно знающим Бога и чувствующим его пресносущную силу и божество, чувствующим его близость к себе и живую связь с ним. Эта связь выражается первоначально в особенном, специально соединенном с идеей всемогущую, и бесконечной личности волнении, которая похожа на то, что называется благоговением к могущественным и великим людям, но не тождественно с ним. Это обнимающий всю душу радостный трепет, невыразимый словом и неописуемый, но хорошо знакомый всякому, кто хотя раз в жизни молился в собственном и строгом смысле этого слова, молился без слов и определенной мысли, без тени какой-либо просьбы и даже благодарения. Источником радости, удовольствия, осложняющим трепет перед необъятным величием божества, служит здесь смутное сознание открытия и присутствия опоры, потребность которой присуща человеку изначало и связана с непосредственным чувством и усмотрением своей конечности, ограниченности и слабости. Отсюда уже, само собой, возникает искание божества, инстинктивное стремление познать его и стать с ним в определенные отношения, стремление, присущее на всех степенях развития и, естественно, порождающее бесконечное, можно сказать, разнообразие верований и форм, богопочитания или культов, из коего слагается содержание религиозной жизни человечества в прошлом и в настоящее время. Глава восьмая. Способность души к созерцанию всей протекшей жизни в краткое время. Непроизвольное возникновение в душе давно исчезнувших представлений и образов и способность нашего духа к созерцанию всей протекшей жизни в краткое время. Карус в своем известном сочинении о душе говорит, что ключ к уразумению существа сознательной жизни, души, лежит в области бессознательного. В своей книге он исследует взаимные отношения сознательного к бессознательному в жизни человеческой и высказывает много глубоких мыслей. Божественное в нас, говорит он, что мы называем душою, не есть что-либо раз остановившееся в известном моменте, но есть нечто непрестанно преобразующееся в постоянном процессе развития, разрушения и нового образования. Каждое явление, бывающее во времени, есть продолжение или развитие прошедшего и содержит в себе чаяние будущего. Сознательная жизнь человека разлагается на отдельные моменты времени, и ей доступны лишь смутные представления своего существа в прошедшем и будущем, а настоящая же минута от нее скользает, ибо едва явилась, как уже переходит в прошедшее. Приведение всех этих моментов к единству сознания настоящего, то есть обретение истинного твердого пункта между настоящим и будущим, возможно лишь в области бессознательного, то есть там, где нет времени, то есть вечность. Известные мифы греческой древности об эпимете и прометее имеют глубокое значение, и недаром греческая мудрость поставляла их в связь с высшим развитием человечества. Вся органическая жизнь напоминает нам эти две оборотные стороны творческой идеи в области бессознательного. И в мире растительном, и в мире животном каждое побуждение, каждая форма дают нам знать, когда мы вдумываемся, что здесь есть нечто, возвращающее нас к прошедшему, к явившемуся и бывшему прежде, и предсказывает нам нечто имеющее образоваться и явиться в будущем. Чем глубже мы вдумываемся в эти свойства и явлений, тем более убеждаемся, что все, что в сознательной жизни мы называем памятью, воспоминанием, и все то, в особенности, что называем предвидением и предведением, все это служит лишь самым бледным отражением той явности и определительности, с которой эти свойства воспоминаний и предвидения открываются в бессознательной жизни. В сочинении Каруса исследуются случаи, в коих сознательная жизнь души, приостанавливаясь, переходит иногда внезапно и в область бессознательного. Замечательно, говорит он, внезапное и непроизвольное возникновение в нашей душе давно исчезнувших из нее представлений и образов, равно как и внезапное исчезновение их из нашего сознания, причем они сохраняются и соблюдаются, однако в глубине бессознательной души. Представления о лицах, предметах, местностях и прочее, даже иные особенные чувства и ощущения. Иногда в течение долгого времени кажутся совсем исчезнувшими, как вдруг просыпаются и возникают снова со всей живостью и тем доказывают, что в действительности не были они утрачены. Бывали отдельные, очень удивительные случаи, в коих разом сознание с необыкновенной ясностью простиралось на целый круг жизни со всеми ее представлениями. Известен случай этого рода с одним англичанином, подвергавшимся сильному действию опиума. Однажды в период сильного возбуждения перед наступлением полного притупления чувств, ему представилась необыкновенная, ясная во всей полноте картина всей прежней его жизни, со всеми ее представлениями и ощущениями. То же, рассказывает, случилось с одной девицей, когда она упала в воду и утопала, в минуту перед совершенной потерей сознания. Карус не приводит подробности и не ссылается на удостоверение приведенного случая. Многим, без сомнения, доводилось тоже слышать подобные рассказы в смутном виде. Но вот единственный, нам известный, любопытный и вполне достоверный рассказ о подобном событии, самого того лица, с коим оно случилось. Это случилось с очень известным английским адмиралом Бьюфортом в Порт-Смуте, когда он в молодости опрокинулся с лодкой в море и пошел ко дну, не умея плавать. Он был вытащен из воды и впоследствии, по убеждению известного доктора Волла Стона, записал странную историю своих ощущений. Вот этот рассказ во всей его целости. Описывая обстоятельства, при которых совершилось падение, он говорит, «Все это я передаю или по смутному воспоминанию, или по рассказам свидетелей. Сам утопающий в первую минуту поглощен весь ощущением своей гибели и борения между надеждой и отчаянием. Но что затем последовало, о том могу свидетельствовать с полнейшим сознанием. В духе моем совершился в эту минуту внезапный и столь чрезвычайный переворот, что все его обстоятельства остаются до ныне так свежи и живы в моей памяти, как бы вчера со мной и случилось. С того момента, как прекратилось во мне всякое движение, что было, полагаю, последствием совершенного удушения, тихое ощущение совершенного спокойствия, сменило собой все прежние мятежные ощущения. Можно, пожалуй, назвать его состоянием апатии, но тут не было тупой покорности перед судьбою, потому что не было тут ни малейшего страдания, не было ни малейшей мысли, ни о гибели, ни о возможности спасения. Напротив того, ощущение было скорее приятное, нечто вроде того тупого, но удовлетворенного состояния, которое бывает перед сном, после сильной усталости. Чувства мои таким образом были притуплены, но с духом произошло нечто совсем противоположное. Деятельность духа оживилась в мере, превышающей всякое описание. Мысли стали возникать за мыслями, с такой быстротою, которую не только описать, но и постигнуть не может никто, если сам не испытывал подобного состояния. В течение этих мыслей я могу и теперь в значительной мере проследить, начиная с самого события, только что случившегося, неловкость, бывшая его причиной, смятение, которое от него произошло, явил, как двое след за мной спрыгнули с борта, действие, которое оно должно было произвести на моего нежного отца, объявление ужасной вести всему семейству, тысячи других обстоятельств, тесно связанных с домашней моей жизнью. Вот из чего состоял первый ряд мыслей. Затем круг этих мыслей стал расширяться дальше. Явилось последнее наше плавание со случившимся крушением, школьная моя жизнь, мои успехи, все ошибки, глупости, шалости, все мелкие приключения и затеи того времени. И так дальше и дальше назад всякий случай прошедший моей жизни проходил в моем воспоминании в поступательно обратном порядке и не в общем очертании, как показано здесь, но живою картиною во всех мельчайших чертах и подробностях. Словом сказать, вся история моего бытия проходила передо мною точно в панораме, и каждое в ней со мной событие соединялось с сознанием правды или неправды, или с мыслью о причинах его и последствиях. Удивительно, даже самые мелкие ничтожные факты давным-давно позабыты, все почти воскресы в моем воображении, и при том так знакомо и живо, как бы недавно случилось. Все это не указывает ли на безграничную силу нашей памяти, не проросит ли, что мы со всей полнотой этой силы проснемся в ином мире, принуждены будем созерцать нашу прошедшую жизнь во всей полноте ее. это способность души к созерцанию всей протекшей жизни в несколько мгновений, при том с критической оценкой всех моментов жизни. Не подтверждает ли учение Слова Божия о том, что страшный суд Божий, когда совесть каждого откроется и произнесет свой последний суд над жизнью человека, не потребует для своего совершения много времени, но произойдет в несколько мгновений. И с другой стороны, все это не оправдывает ли веру, что в смерти есть только изменение нашего бытия, в коем стало быть нет действительного промежутка или перерыва? Как бы то ни было, замечательно в высшей степени одно обстоятельство, что бесчисленные идеи, промелькнувшие в душе у меня, все до одной обращены были в прошедшее. Я был воспитан в правилах веры, мысли моей о будущей жизни и соединенные с ними надежды и опасения не утратили нисколько первоначальной силы, и в иное время одна вероятность близкой гибели возбудила бы во мне страшное волнение, но в этот неизъяснимый момент, когда во мне было полное убеждение в том, что передина уже черта, отделяющая меня от вечности, ни единая мысль о будущем не заглянула ко мне в душу. Я был погружен весь в прошедшее. Сколько времени было у меня занято этим потоком идей, или лучше сказать, в какую долю времени все они были втиснуты, не могу теперь определить в точности, но без сомнения, не прошло и двух минут с момента удушения моего до той минуты, когда меня вытащили из воды. Когда стала возвращать вся жизнь, ощущение было во всех отношениях противоположное прежнему, а одна простая, но смутная мысль, жалостное представление, что я утопал, тяготело над душою, вместо множества ясных определенных идей, которые только что пронеслись через нее. Беспомощная тоска, вроде кошмара, подавляла все мои ощущения, мешая образованию какой-либо определенной мысли, и я с трудом убедился, что жив действительно. Утопая, не чувствовал я ни малейшей физической боли, а теперь мучительная боль терзала весь состав мой, такого страдания я не испытывал впоследствии, несмотря на то, что бывал несколько раз ранен и часто подвергался тяжким хирургическим операциям. Однажды пуля прострелила мне легкие, я пролежал несколько часов ночью на палубе, истекая кровью от других ран, потерял наконец сознание в обмороке. Не сомневаюсь, что рана в легкие смертельна, конечно, в минуту обморока я имел полное ощущение смерти, но в эту минуту не испытывал я ничего похожего на то, что совершалось в душе у меня, когда я тонул, а приходя в себя после обморока, я разом пришел в ясное сознание о своем действительном состоянии. Факты переживания человеческой душой и массы впечатлений в несколько минут говорят, что для совершения известного явления, события или целого их ряда нужно время. С другой стороны, для сознательного восприятия впечатлений, как доказали Гельмгольц и Фехнер, тоже нужен известный срок. По исследованию Гельмгольца и Шельски, скорость передачи возбуждения по нерву равняется средним 30 метров в секунду и колеблется в зависимости от вида и даже от индивидуума. Гельмж нашел ее не меньше 100 метров и 1000 метров в секунду. Между тем факты по-видимому противоречат подобного рода воззрению. Дело в том, что бывают случаи, когда вас не или под влиянием некоторых наркотических веществ, гашиш, опиум и т.п. или наяву в минуту сильной опасности, грозящей смертью. Человек переживает в несколько мгновений так много, что для описания этого мало целого дня, даже года, можно исписать томы и все-таки не передать всего испытанного. Каждый из нас, наверное, имел не раз подобного рода сновидения, бывает обыкновенно под влиянием внешнего возбуждения. Чаще всего это бывает от падения с кровати, какого-нибудь толчка, удара, особого звука и т.п., от которого мы пробуждаемся, успев, однако, в этот короткий момент перечувствовать массу разнороднейших ощущений и видеть целый ряд событий, вроде, например, крушения поезда с разлетающимися в дребезги вагонами, изуроданными мертвыми телами, с тонами раненых, которым оказывается медицинская помощь и т.д. Граф Лавалет рассказывает в своих воспоминаниях следующее. Однажды ночью, когда я спал в темнице, меня разбудил замковой колокол, бивший 12 часов. Я услышал, как отворили решетку, чтобы сменить караул, но тут я опять заснул. Тогда я увидел страшный сон. здесь следует рассказ о страшном видении, рассказ, подробности которого, по мнению рассказчика, заняли его по крайней мере 5 часов. А вдруг решетка опять захлопнулась с большей силой, отчего я и проснулся. Я заставил пробить свои карманные часы, и они пробили все-таки 12. Так что этот страшный сон продолжался всего-то навсего от 2 до 3 минут. То есть столько времени, сколько его понадобилось, чтобы сменить караул. Что произошло очень быстро по причине крайнего холода. Отпереть и запереть решетку, каковой расчет мой подтвердил на следующее утро привратник. А между тем я ни за что не припомню ни одного случая из своей жизни, в котором я мог бы определить время с такой точностью, в котором лучше запечатлелись бы в моей памяти все подробности происшедшего, и в котором бы я сохранил большую ясность сознания. Примером влияния наркотических веществ на возбуждение мозга может служить одно место из Корана, где говорится о том, что Магомед, который, как утверждает, употреблял гашиш, был взят по фантастическим бредням небо и показавшим по пути также и ад. Пророк пробыл на небе так долго, что успел не только все подробно осмотреть, но и девяносто раз побеседовать с Богом, после чего ангел снова перенес Магомеда на его ложе. Все это, тем не менее, произошло так скоро, что, очутившись снова на постели, пророк нашел еще ее теплое и успел поднять опрокинутую им во время путешествия глиняную кружку, прежде чем из нее вытекла вся вода. Потеря способности измерять время случается с нами еще тогда, когда мы чего-либо страстно ожидаем, например, в минуту опасности спасительной помощи, тогда минуты, говорят, кажутся годами, и наоборот, когда наш ум и чувство чем-либо всецело поглощены, долгие часы пролетают как мгновение. Счастливые часов не знают, говорит пословица. Глава девятая способность человеческого духа к памяти. Способность духа объективировать образы, представляемые нашей памятью. Один из моих друзей, пишет доктор Симон, несколько лет тому назад неоднократно делал попытки объективировать образы, вызываемые памятью. Одни попытки не имели успеха, другие удались. Вот отрывок из письма, в котором он сообщает мне результат этих любопытных наблюдений. Желая объективировать образы, сохранившиеся в моей памяти, я произвел несколько опытов, которые, надеюсь, представят для вас некоторый интерес. Напряженный и долго фиксируя мысленно образ печати с перламутровой ручкой, которую я пользуюсь ежедневно, я скоро увидел ее в поле зрения. Образ был ясен, отчетлив и имел то положение, которое я желал ему придать. Всякий раз, когда я производил этот опыт, и образ возникал в поле зрения, я не мог фиксировать его долго, он почти тощий же исчезал. Но что любопытно, при неоднократных попытках мне не всегда удавалось объективировать образ, а иногда в поле зрения можно было различать только вещество, из которого сделан был предмет. А однажды желая вызвать в поле зрения образ печати с перламутровой ручкой, о котором я говорил, я увидел матовый цвет перламутра со свойственным ему блеском, но образ этот был совершенно бесформенный. Нельзя было различить никаких контуров, никакой определенной формы. При тех же попытках мне случалось наблюдать и обратное, мысленный образ выделялся в поле зрения с вполне определенными очертаниями, но цвет его и вещество, из которого оно состояло, не соответствовали воображаемому предмету. Я увидел однажды печать с совершенно отчетливыми очертаниями, все подробности формы различались мной и ясно, но русская лишена была окраски, свойственной перламутру. Я видел крайне бледный образ зеленого цвета, выделявшийся довольно явственно, на фоне окрашенном в тот же, хотя еще более бледный цвет, отблеск, матовая окраска перламутра отсутствовали. В этих опытах экспериментатору удавалось воспроизводить только крайне несовершенный образ предмета, о котором он думал. Иногда в поле зрения возникала только какая-либо одна особенность предмета. По-видимому, некоторые лица обладают способностью произвольно вызывать образы в более совершенной степени. Одному английскому художнику, о котором рассказывает гигант, достаточно было увидеть какое-либо лицо и набросать его в портрет, чтобы потом обходиться без модели. Он, так сказать, брал его потом из памяти, ставил в позы, какие желал, и работал по целым часам перед созданными им фантастическими образами. Той же способностью обладала, по-видимому, художник госпожа О. Рассказывает, что один из ее знакомых лишился дорогого ему лица, который госпожа О. видела всего один раз. Она написала по памяти поразительно схожий портрет этого лица, так что и у нее очевидно существовала способность, которую в такой сильной степени обладал упомянутый выше художник. Говорят также, что Тальма, выходя на сцену, мог усилием воли заставить исчезнуть для себя многочисленных зрителей, наполнивших театр. Их места занимали в его воображении скелеты. Когда это происходило, его игра достигала такой силы и правдивости, такой жизненности, какой без этого, по его мнению, она никогда не могла бы достигнуть. Это крайне редкая способность тем драгоценнее, что может существовать рядом с полной невредимостью умственных способностей. Замечу однако же, что лицам, обладающим способности объективировать умственные образы, следовало бы пользоваться ею с осторожностью, так как это не лишено своего рода опасности. В самом деле, гигант сообщает, что художник, о котором мы говорили выше, стал впоследствии смешивать образы, созданные его волей, с реальными личностями. Мы не найдем в этом ничего странного, если вспомним, что вследствие усилия воли или даже просто напряженного сосредоточения внимания на известном предмете, деятельность любого из органов чувств может проявляться в крайних пределах. Слишком часто повторяющаяся деятельность этого рода и такой интенсивности влечет наконец за собой непроизвольную деятельность орган и тогда за крайней степени физиологической деятельности. Следует патологическое расстройство наступает явление относящиеся несомненно к развяду болезненных. Значительный свет на раскрываемый предмет без сомнения проливает история о демоне Сократа. Это один из интереснейших вопросов и к исследованию его мы приступим с особенным вниманием. Помимо интереса связанного с самим явлением тот факт что Сократ Сократа мудрейшего из людей считает возможным заподозрить в умопомешательстве представляется поклонником философии чем-то вроде поругательства над гением оскорбления наносимое этому великому уму задевает все человечество.